Продлить и улучшить качество жизни старшего поколения должно помочь качественное медицинское обслуживание. В республике работает специальная программа для тех, кому сложно самостоятельно добраться до больницы. Как решается проблема, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Для жительницы деревни Большие Катраси Анны Николаевны дорога до районной поликлиники проверка на выносливость. Ей восьмой десяток лет. Подводят больные суставы. Но решение проблемы нашли. Здравствуйте, Анна Ивановна. С 21 ноября в рамках регионального проекта «Старшее поколение» для сельских жителей старше 65 лет заработала специальная служба по доставке пожилых граждан в медучреждения. В списке пациентов составляет местный фельдшер. Затем делает запрос в поликлинику для записи к нужным специалистам. В ноябре мы отвозили трое человек, сейчас еще троих. Запланировали на декабрь месяц 9 человек. От пункта А до пункта Б пенсионеров на всем пути сопровождают специалисты социального обслуживания. Пожилым дорогое внимание и общение. Мобильная бригада в Чебоксарском районе за первую неделю обслужила более 20 пенсионеров. Удобно, конечно. Так привезут, увезут обратно. Прямо из дома. Очень хорошо. Здесь все готово к приему пациентов. Процедура осмотра занимает примерно полтора часа. Немаловажный факт – пожилым людям не приходится сидеть в очередях и искать нужных специалистов. У нас планы выезда организованы два раза в неделю. За один день, получается, мы можем доставить до 9 человек. И при доставке этих пациентов в наше лечебное учреждение по типу «Ромашка» мы предоставляем все необходимые мероприятия и обследования. То есть пока одни сдают анализы на лабораторные исследования, проходят ЭКГ, флюорографию. Другие пациенты могут, к примеру, проверить, не нужны ли им очки. Раньше добираться до поликлиники было не только трудно, но и затратно, сетуют пенсионеры. Это очень хорошо. Хочу сейчас колено посмотреть. Что там еще? Я уже долго болею. Такси дорого, да? Да, дорого очень. Где-то 350 обязательно берут. Проверить здоровье уже смогли более 40 человек. Тем, кому необходимо, врачи назначили дополнительное обследование и лечение. Благодаря этой программе у нас есть возможность выявить своевременно скрытые заболевания, либо не допустить запущения какого-то процесса. Пандус для инвалидной коляски, надежные крепления, система климат-контроля. Новая «Газели» и «Ларгус» оборудована всем необходимым для маломобильных людей. Главная задача – добраться до самых удаленных населенных пунктов, туда, где помощь особенно ждут. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.